Елена Валова – бёрд-вотчер. Она фотограф, но её модели не люди, а птицы. Как говорит Елена, направление это сейчас очень популярно. Птиц можно наблюдать круглый год, они всегда рядом с нами, и в городе, и за городом. Они привлекают к себе разнообразие и окраски, и пение. И при этом мы их можем достаточно часто видеть, встречать, в отличие от зверей, которых увидеть достаточно сложно. Самым желанным объектом для съёмок в лесах области становятся совы. Красивые, грациозные птицы, которые совсем не любят фотографироваться. В прицел объектива они попадают очень редко, оттого и добыча снимка становится такой желанной. К тому же, по словам орнитологов, благодаря бёрд-вотчерам можно лучше изучить места обитания и повадки сов. Порой одна фотография становится важнее любой научной статьи, поэтому чаще всего орнитологи изучают птиц совместно с бёрд-вотчерами. Длиннохвостая неясыть – одна из самых редких сов. Встретить её можно в лесах Рязанского региона. Вот только на фотографии она попадает редко. Чаще всего встречи с ней происходят в куда более трагичных ситуациях. Мне приходилось встречать как в дикой природе, в национальном парке Мещерский, так бывает, что эти совы при попадании под автомобиль или о провода бьются, они могут быть травмированы, и тогда таких сов люди подбирают и приносят в ветеринарные клиники. По возможности мы оказываем им помощь, и если птица выпускная, то её выпускаем в дикую природу. Длиннохвостая неясыть – это одна из малоизученных птиц в области. По фотографиям можно только немного понять их место обитания, поэтому орнитологи решили устроить необычную для Рязани акцию. С целью того, чтобы набрать побольше информации и последить за биологией этой совы, и вообще просто понаблюдать её в природе лишний раз, решили повесить вот эти гнездовые домики. Акция называется «Домики для сов». В Рязани она проводится в первый раз, поэтому орнитологи консультировались с коллегами из других городов. Например, в Нижнем Новгороде уже 15 лет специалисты совместно с горожанами строят советники. Нижегородцы и помогли с чертежами домов для рязанских сов. У них нет такого понятия «дом», как у человека. Дом для них – это только место, где они выводят птенцов. То есть вот на период гнездования они там делают гнездо, откладывают туда яйца, а потом там выводят птенцов. И когда птенцы вылетают уже из этого гнезда, больше, в принципе, дом им не нужен. Поэтому только вот на этот вот период – это самый уязвимый период в жизни с птицей. Елена Феонина говорит, что кроме размеров советники практически ничем не отличаются от скворечников. В остальном концепция все та же – широкий леток и высокий домик почти в метр в высоту. Самая важная деталь, по словам орнитологов, это не использовать при строительстве гладких досок. Совы и птенцы передвигаются по домику с помощью когтей. Построить домик для сов может любой рязанец. Акция продлится до 16 марта. Готовое жилище для совы вешать своими силами не рекомендуется. Лучше привезти готовый домик в один из пунктов сбора. Для нахвоста неясыть – вид, довольно требовательный к месту обитания. Готовые домики будут развешивать организаторы акций по территории области. Адреса пунктов сбора можно найти в интернете и в группе Рязанского клуба «Птицы» в социальных сетях. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город.